Диагнозом детский серебральный паралич не умеет глотать. Помогает ли ваша терапия в решении этой проблемы? Как известно, то, что мы делаем, направлено на то, чтобы, во-первых, прежде всего провести точную диагностику организма человека, который к нам обратился за помощью. Это прежде всего дети, подростки, но также к нам обращаются и взрослые, как известно. Девушка может тоже рассказать о том, что произошло с ее мамой. После того, как она к нам пришла. Самое основное – это точная диагностика, выявление проблемы в теле. Конкретная локация, где конкретно и какая проблема. То есть самое основное – это диагностика, выявление органической проблемы. Второе – это терапия или лечение ее. При этом используется, скажем так, наши особые способности, возможности плюс очень большой опыт, плюс знание, плюс методики, которые мы сами разработаем и готовы с радостью поделиться с другими, что мы делаем, с другими специалистами, с родителями. Прежде всего, мы делаем. Прежде всего, мы делаем. Прежде всего, мы делаем. Прежде всего, мы делаем. Прежде всего, у меня. Елена хаминь, анасы, муарикасы, мэшгол улыбла. Елена хаминь, о том числе, мэлумат верит. В этом случае у нас есть угроза. Серибраль ифричи, азиат чекает много ущеков, которые у них будут проблемы с проблемами и аналом, асталом, которые у них едят изменили. Продолжайте, пожалуйста. Отвечая на непосредственный вопрос, помогает ли то, что мы делаем в ситуации, когда ребенок с детским церебральным параличом не может глотать, не может жевать, но еще многие другие функции не работают. Да, наш опыт показывает, что нам с Божьей помощью удается это изменить, и у нас есть много примеров людей, которые, кстати, действительно живут в разных точках планеты, к нам приезжают со всего мира, в буквальном смысле. И этот большой опыт помощи людям говорит, что возможно, и у нас таких примеров много, несмотря на то, что считается, что это невозможно вообще ни в какой стране мира, ни за какие деньги, излечение или серьезное улучшение при ДЦП, при аутизме. Ну, у нас Божья помощь это показывает. Это не то, что мы говорим, а то, что мы можем продемонстрировать на примере тех людей, которые к нам приезжают. Телевидение нескольких стран приезжали к нам, тоже снимали. Мы настолько часто об этом рассказываем, что хочется сказать... Просто приходите к нам в гости, чаем напоим. А по поводу результатов и процесса, знаете, есть такая пословица, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 100 раз улучшить, а по поводу результатов и процесса... Вот, поэтому приглашаем к нам в гости и не только семья, которым нужна помощь в оздоровлении, не только детей, но и взрослых. Но прежде всего, мы заинтересованы в том, чтобы создать реабилитационный центр, в котором будут работать специалисты Азербайджана, получившие тоже частицу нашего опыта, прошедшие у нас обучение тоже, очные и дистанционные тоже. Мы так же являемся международным методическим центром. Наши сотрудники сейчас проживают в шести странах мира. Это Азербайджан. Сейчас как бы главный центр находится в Азербайджане в связи с событиями в Израиле. Это Израиль, это Россия, это Беларусь, это Украина и Казахстан. Русия, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан. Это большая дружная международная команда и мы занимаемся созданием методик, которую мы сразу передаем и специалистам и родителям. Продолжение следует...